Бывшего главу разведки ДНР посадили в России следствие и суд силовые структуры. 18 часов 23 минуты, 11 января 2019 года бывшего главу разведки ДНР посадили в России. Дмитрий Лысаковский фото, страница Дмитрия Лысаковского в Facebook. Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего главу воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР, Дмитрия Лысаковского. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС, Лысаковскому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отметили в суде, такой же срок получил сообщник Лысаковского, Петр Чихун. Еще один фигурант дела Михаил Чернов получил 11 лет лишения свободы. Сообщалось в июле 2015 года. По данным осведомленного источника, он обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске. По данным прессы, в 2007 году здание на Гоголевском бульваре приобрела компания Equisman Holdings Limited за 1,4 миллиона долларов. В 2010-м его прежний владелец офшорная фирма с Сейшельских островов Аквамарин ЛТД подал иск в арбитражный суд о признании сделки недействительной и возврате права собственности. После здания было продано офшорной фирме Делимар Корпорейшнл ТД, руководство которой представлял юрист Лысаковский, тогда носивший фамилию Кацеубанов. Впоследствии выяснилось, что настоящим владельцем помещения является Эквисман. В результате в регистрации было отказано, а СУСКР возбудило уголовное дело. Кацеубанов сменил фамилию на Лысаковский, а в 2014 году появился на юго-востоке Украины, где примкнул к ополчению. Обратная связь с отделом силовые структуры, если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес. Краме Атлентико, Ру. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова